вы на канале улица москвы и мы в самом начале улицы народного ополчения на ее углу с карамышевской набережной вот собственно карамышевской набережной туда карамышевское впрямление новый карамышевский мост дальше старый карамышевский мост ну и пошла туда эта дорога через нижние дневники крылацкая кунцева и так далее туда на запад но мы сейчас отправляемся в обратном направлении по улице народного ополчения и посмотрим мы погуляем здесь среди громадного микрорайона который называется велтон парк и который построила группа компаний крост чей жилой комплекс мы видели в нашем предыдущем выпуске это был жека октябрьское поле на улице ратмистрова но также берзарина чуть дальше туда по народного ополчения а здесь вот такой громадный не побоюсь этого слова микрорайон среди которого частично спрятались еще и старые дома там 5 9 этажные дома которые словно бы затерялись среди этих огромных гигантов которые появились здесь но сейчас мы это все посмотрим дойдем до пересечения с проспектом маршала жукова кстати остановочка улица народного ополчения дом 3 это последняя остановка здесь вот на этом берегу для автобусов которые следуют как раз западном направлении в частности 300 экспресса вот ну и тут как мы видим еще некоторые дома до сих пор строится размах тут конечно не детский человек и как любит выражаться блогер варламов вот они самой красе и не в какой-нибудь не красавке в престижных хорошо умнём никах и вот мы видим сейчас сейчас у нас получается пятиэтажка знали бы ее жители лет двадцать назад что будет у них в окружении вот одна пятиэтажка еще одна пятиэтажка сейчас один да вот мы видим еще девятиэтажный дом паук по адресу улица народного ополчения дом 5 который также поглотил жилой комплекс так вот здесь понимаю стройплощадка вот такие дома здесь и хотел сюда все посмотреть здесь как она что вот так вот она вплотную вплотную жилой комплекс здесь когда-то было много пятиэтажек тут в хорошо умнёв никах сейчас 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 наверное все еще много но не настолько многие дома тоже подпадают под реновацию вот остался дворик здесь который который здесь пока остался вон какой еще дом вот это вид вид со стороны получается обратной вот пересечения проспекта маршала жукова и улице народное ополчение здесь вот во двориках как это все есть дом уже поздние постройки нам взгляду открывается понимаю это 17 этажка примерно восьмидесятых годов до эту может конец семидесятых вот как это выглядит все со дворам это все вот там вот эти красивые дома красно-белые но они на берегу находятся они уже посмотрите насколько же насколько здесь плотно всобачивают эти дома ну вот как так можно вот дом строится и вот это 17 этажка находится и там ближе к проспекту маршала жукова тоже таких примеров предостаточно ну а сейчас мы выйдем обратно к улице народного ополчения попробуем выйти сейчас мы находимся на территории уэлтон парк непосредственно вот там уже у нас видна развязка тоже грандиозная на пересечении улиц народного ополчения с проспекта маршала жукова появилась также в окрестностях станции метро народное ополчение туда вот видно кстати вот октябрьская радиовышка здесь так пойдем в пойдем искать выход к улице вот это гигантская башенка еще за сооружается они так ночью светятся разными и вот рядом с ней еще одна ну вот в частности если говорить об этих трех башнях то это будет называться в элтон таверс и это будет многофункциональный жилой комплекс как жилой так и бизнес многофункциональный комплекс так вот вернее сказать во все ведется строительные работы да конечно виды хорошие виды будут хорошие это безусловно из окон если верхние этажи тем более в сторону реки туда но конечно расположение расположение на пересечении проспекта маршала жукова и улицы народное ополчение создаст в любом случае высокую загазованность тем более проспект маршала жукова это у нас вылетная магистраль начальный участок на варижского шоссе понятно что здесь очень интенсивный ну и на народного ополчения тоже это хорда северо-западная хорда поэтому вот сами судите какой уровень выхлопов на пересечении вылетной магистрали и хорды но конечно вот смотрите тоже еще один минус это я сказал очень плотная застройка здесь есть некоторые места где вы будете заглядывать окна в соседях соседям не важно по вэлтон парку или вот в обычный жилой дом с граффити георгия константиновича жукова великого полководца маршала ну вот мы сейчас я понимаю тут офис продаж располагается такой тоже стильный ну и перемещаемся сюда уже со стороны получается проспекта маршала жукова опять-таки обращаем внимание на близость расположение друг другу домов ну и здесь такое вот пространство ощущение что место маловато как в центре прям где где-нибудь расположен жилой дом к избушка на курьих ножках прям да я думаю вы кусочек вот этого дома видели проезжая по проспекту маршала жукова кусочек этого дома который выглядывал словно бы из под многоэтажек ну зайдем сюда заглянем еще сюда во дворик что нас здесь ждет ну да тут уже так и все дома 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 вот она самое что ни на есть точечная застройка так сейчас пойдем попробуем выйти к самому проспекту маршала жукова так вот и смотрите сюда тоже насколько близко тут дома ну все выходим выходим мы на проспект маршала жукова да наверно прифигели жители этого дома от того что здесь рядом получилось здесь вот центр мфц по хорошо умнёвником по району куда без прививочки уже не пускают ну по крайней мере на большинство операций на что-то пускают на что-то нет ну вот он проспект маршала жукова здесь развязочки здесь вот дом уже в элтон парка ну и что будем заканчивать нашу прогулочку смотрите канал улицы москвы и и Продолжение следует...